здравствуйте дорогие наши слушатели дорогие наши ученики дорогие наши зрители люди которые посвящать тренинги само добро пожаловать в урок стратегии мышления богатых и бедных людей очередной раз убеждают что мышление на первом месте дорогие мои если вы посмотрите все книгу успешных людей до книги наполеон хилла дума и богатей или зиг зиглар или там сами богачок вавилон или дональд трамп или роберт казак брайан тресли буду шефер и там джек кемфель для кого угодно если вы прочитаете вы в всех их книгах заметите на 80 90 процент ссылка на изменение мышления технология всего лишь занимать 10-20 процент но большинство момент мышление занимать номер один мышление на первое место потому что благодаря мышление вы видите возможности когда вы поменяете мышление вы видите пути решения по-другому у вас появляется другой стратегия взгляд другой точка зрения меняется сегодняшний результат это вечерашние действия хотите узнавать кто вы есть посмотрите на сегодняшний результат если сегодняшний результат вас удовлетворяют и она яркий показатель и так далее это конечный пункт ваши вечерашние действия а вечерашние действия это результат ваши умения и понимание знаний вы же специально не будьте наоборот про против себя что-то делать вы делали исходили сами лучше свои побуждения действий совершали поэтому и поэтому в те действия которые вы делали вчера привели к сегодняшний результат который сегодня у вас есть а вот если хотите знать завтра где вы будете посмотреть на сегодняшнее действие которое вы делаете потому что эти действия рождается из вашего убеждения во что вы верите что вы умеете делать что вы понимаете то и будете делать поэтому дорогие мои старайтесь пожалуйста максимально вникать в этот тренинг потому что в конце концов итоги вы все равно будете делать то что поняли а когда проходит полгода или год вы будете помнить только то что делали внимание обратим по окончании тренинга вы будете делать только то что поняли то что поняли это повелить на ваше поведение ваше поведение поверить на ваш результат но пройдет полгода год или два года вы помните только то что делали а а все остальное забудете. Поэтому я очень хочу, чтобы вы максимально усваивали этот тренинг, потому что это является фундаментальной вещью. Это настолько глобальная вещь, что слова мне не передавать. Это фундамент успеха. Это ваш взгляд. Это то, что формирует ваше будущее. Это то, от чего зависит то, что вы делаете. Образ жизни человека исходит из его мышления. Но когда я говорю, что мышление богатых или бедных людей, я не сравниваю тем, что как будто у богатых людей, скажем, богатые люди хорошие люди, бедные люди плохие. Нет, я тебя не имею в виду. Я не имею в виду не подразумевать даже количество денег, что якобы у богатых людей больше денег, у бедных мало денег. Нет, мы всего лишь подтверждаем фактор разницы в их мышлении. И в итоге каждый попадает в разные места. Это похоже, что по этой улице пойдешь, туда дойдешь. Другой улице пойдешь, туда дойдешь. Как в сказке. Прямо идешь, рай найдешь. Налево пойдешь, смертно идешь. Вот похоже на этого. Мы всего лишь подтверждаем факты, что бедные мысли так, богатые мысли так. Поэтому результат их мышления у одного человека плохой образ жизни, у другого лучший образ жизни. Результат у одного человека нереализованный, а другой реализованный. Так что, когда говорю о стратегии мышления богатых и бедных людей, я подразумеваю, что богатые люди это те, которые больше опыта, больше мудрости, больше духовности, больше денег, больше возможностей и так далее. А те, которые бедные, я говорю, это те люди, которые не могли свои возможности использовать, не могли себя реализовать. У них очень бедные мышления, поэтому они даже выражать свои мысли не могут. Они даже если возможности встречаются, они не могут использовать эти возможности, потому что у них не хватает понимания, как это возможность использовать. Потому что я видел, что у большинства бедных людей ресурсы есть разного вида. Ресурсы же не только деньги, ресурсы бывают разного. Талант бывает ресурс, время есть ресурс, здоровье есть ресурс, связи есть ресурс, родственники, соседи, одноклассники – это все ресурс. Но у кого бедное мышление, они не понимают, как их использовать. Они только у них долг берет, вот и все. У многих бедных людей тоже хорошие идеи, которые можно превращать в деньги. Но они не борются за них, они бросаются на поле пути, они сдаются. Поэтому сейчас, когда я буду говорить о стратегии мышления богатых и бедных людей, если вы даже сталкиваетесь, вы узнаете себя, в себе распознаете несколько этих параметров, тогда не обижайте на себя, это естественно. Это нормально, это естественно, так бывает. Мы для этого и учимся с вами. Вы думаете, что у меня их не было. В самом начале я нашел многие эти вещи у себя, когда я начал эти вещи заметить в себе и так далее, я начал потом работать. Вы знаете, я очень много работал. 22 года работа, 56 категорий мышления богатых и бедных людей. Результаты чего я собрал их от общения с людьми, от точки зрения, они по-разному. Понимаете их, например, если результат не устраивает, значит, надо изменить поведение, поступки, действия. А чтобы действия изменить, надо изменить точку зрения человека, восприятие человека. И я всегда, мне всегда удивило, почему они видят вот этот результат, но продолжают так делать. Меня это удивило всегда. Потом докопался, докопался, докопался и дошел до того момента, что я понял, что у них подсознательные есть некие убеждения. Точка зрения так формирована. Видите, человек всегда делает то, во что он убежден. И в итоге, в конце концов, он либо становится жертвой привычки, либо он это неосознанно делает. Но факт остается, что он это делает. Это ошибки повторяются, поступки повторяются. Он продолжает это делать, он иногда сожалеет, но продолжает. И очень интересная вещь. Я видел очень много богатых людей, у которых тоже есть бедные мышления. Я не говорю, что финансово богатые. Хотя, да, я видел финансово богатых людей, которые у них бедные мышления. Они в деньгах имеют немножко деньги, но у них нет жизни. Они слишком жадно живут. У них болезненная экономия. Поэтому, дорогие мои, запомните золотую страницу, пишите. Бедность – это не отсутствие денег, это отсутствие цели. Богатство – это не количество денег, это образ жизни человека. Я видел бизнесменов, у которых есть бедные мышления. Они страдают очень сильно. Поэтому у них постоянно вот такое, вот такое. Понимаете? То там, то тут, то там, то тут. Я много видел таких. Консультировал огромное количество людей. Вы можете поработать и пять лет, десять лет, но итоги оказывается заканчивается с долгами и бедностью, если у вас будут бедные мышления. Хотя, потом вы будете сидеть, чесать языком, сказать, ты знаешь, кто я был, какой я был успешный. Ты знаешь, когда я делал бизнес, другие бизнес не понимали, я был первым. То есть, вы будете просто гордиться своей историей. Вот и все. И вы застряете своей историей, больше не двигаетесь вперед. Наверное, вы знаете таких людей. Или, возможно, вы являетесь одним из таких людей, который уже только гордится своей историей, больше ничем. Как обычно, многие нации гордятся своим предким, своим умершим людям. А живим не дает возможность просветать, но зато хвалит мертвых. Еще как хвалит. Поэтому в процессе тренинга, когда вы будете мне послышать, что-то будет вам по душе, что-то не по душе. Ну, ничего страшного. Но вы помните, что ваше сознание будет сопротивляться сильно. Сами подумайте, сами подумайте. Если вы спортом не занимаетесь, например, вы согласны, что когда вы хотите пойти в спортзал, или дисциплинированно постоянно заниматься, ваше тело сопротивляется. Если вы курите, чтобы бросать курить, ваше тело сопротивляется. Если у вас какие-то отрицательные привычки, все откладывается на потом, или вы, скажем, расточительство и так далее, вы хотите изменить свой образ жизни, свой поступок и поведение, у вас будет сильное сопротивление. Очень сильное сопротивление. Внутреннее сопротивление. Потому что любой рост, любой духовный рост, любой материальный рост, любой достижение, оно происходит болезненно. Спорт чемпион, который станет чемпионом, посмотрите, через какой боль он, какой боль преодолеет, чтобы границы свои влияния расширят, границы свои возможности, физические умения расширят. Посмотрите и увидите. Любой рост, она проходит через боль. Поэтому ваше сознание будет сильно сопротивляться, когда будут слышать те вещи, которые иногда вам не нравятся. Некоторые люди, знаете, что, как относятся? Если ты говоришь те вещи, которые мне не нравятся, значит, ты правильно говоришь. А если ты говоришь, которые мне не нравятся, значит, ты неправильно говоришь. Дело в том, что все, что человек не понимает, отрисает. Все, что человек не понимает, игнорирует. Такова природа человека. Пишите эту золотую страницу. Все, что человек не понимает, отрисает. Все, что человек не понимает, игнорирует. Люди игнорировали Бога, потому что не понимали. Пророки, когда им рассказывали, те не хотели признавать это, игнорировали. поэтому вот это очень очень важный момент я не хочу чтобы попали в эту ловушку ума поэтому заранее об этом предупреждаю вас чтобы вы могли максимально получать результат из этого тренинга раз вы пробрели мой тренинг я бы хотел чтобы у вас была польза был результат у вас вот стратегии мышления богатых и бедных людей самое первое сильные отличия могу сказать что это хуже чем раковая болезнь раковые болезни ты знаешь что ты умрешь и или там изна что как это из них что-то может быть лечить и так далее но много люди живут с мышлениями нехватки огромное количество людей живут с мышлением нехватки бедные люди мысли категориями мышление нехватка богате мысли категориями мышление изобилия. Богатые мысли категориями изобилия, бедные мысли категориями нехватки. Это такое яркое отличие, что словами не предавать. Огромное количество людей живут в нехватке. Откуда к нам пришлось эта нехватка? Подсознательно формировалось глубокое убеждение эта нехватка. Возможно, оно пришлось к нам от нашей предки, потому что многие наши предки жили нехватки. Вряд ли у них была горячая вода, образ жизни, этажные дома и так далее, такие условия, такие фитнесы, такого уровня вряд ли был. Вряд ли у них была качественная одежда, качественная еда и так далее. У них Первая мировая война, Вторая мировая война, постоянные нехватки. Мышление нехватка формируется, когда в человеке, человек во всей параметре своей жизни испытывает нехватку. Где-то он чувствует нехватка внимания, где-то чувствует нехватка времени, где-то ему не хватает силы, энергии, нехватка здоровья, где-то он чувствует нехватка денег и так далее. Понимаете? Но мы не можем измерять остальные параметры. Мы не можем говорить, что сколько килограмм любви не хватает кому-то или сколько метров, скажем, забота не хватает или и так далее. Но когда дело касается денег, мы можем деньгами измерять, деньги управлять. Поэтому я заметил, что нехватка, когда формируется в одном параметре жизни человека, она отражается во все его параметры жизни и начинает постоянно мучить человека. Это правда. Но если вы начнете справиться с одной параметром, хотя бы по крайней мере с деньгами, со временем вы постепенно-постепенно начнете справиться с другой, с другой и так далее. Со временем у вас появляется путем планирования достаточно свободное время. Когда у вас достаточно нормальный доход будет, нормальные деньги будут, это освобождает вам время. Это время вы вкладываете в себе, можете заниматься здоровьем. Тогда у вас формируется хорошее здоровье дух. Соответственно, у вас настроение будет лучше, с самочувствием будет лучше, у вас нервозность будет меньше. Когда человек начинает иметь больше времени, у него больше энергии, и когда больше энергии, он более добрее, более щедрее, более внимательнее и так далее, вы раздраженны, вы приживаете, вы постоянно нервны, вы чувствуете постоянно нехватка любви или нехватка времени и так далее, потому что все либо не успеваете, либо не хватает деньги, либо вы постоянно все тянете до последней минуты. Сейчас, когда буду говорить, рассказывать каждое мышление и показывать, я буду рассказывать вам в этом тренинге 56 категорий мышлений богатых и бедных людей. Внимательно послушайте и получите пользу.